Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, вы смотрите программу «В движении», и мы продолжаем следить удаленно за самыми интересными событиями и общаться с людьми, которые так же, как и мы, работают дистанционно. Жизнь для всех музейщиков мира разделилась на два периода – до карантина и после. Как уже после карантина изменится покупка билетов? Почему дистанционные формы взаимодействия с аудиторией останутся востребованными? И как будет организовано музейное пространство и посещение музеев, расскажет моя сегодняшняя гостья, которая находится на прямой виртуальной связи. Это заместитель директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мурдуляш. Татьяна, здравствуйте! Добрый день! Ну что, хочется узнать, как изменилась работа Третьяковской галереи во время карантина. И судя по тем проектам, которые презентовала ваша галерея в это непростое время, у меня складывается ощущение, что вы как будто предвидели самоизоляцию. Потому что чего стоит одна лекция совместно с Сергеем Шнуровым, который, мне кажется, побило вообще все рейтинги. Расскажите, предвидели ситуацию, готовились заранее? Потому что очень хорошо сработали, мне кажется. Мне кажется, к такой ситуации никто не мог быть готов заранее. Конечно же, это абсолютно необычная и экстремальная ситуация, в которой мы все с вами оказались. И она экстремальная для нас в разных ролях, для Третьяковской галереи, как для институции, как для музея, который со времен войны, между прочим, Великой Отечественной, никогда не закрывал свои двери для посетителей. Это экстремальная ситуация, понятная для всех наших партнеров. Потому что, как мы с вами знаем, Третьяковская галерея, она существует не в вакууме. И большая часть наших проектов – замечательные выставки, образовательные программы, в том числе инклюзивные. Конечно же, наше издание. Все это поддерживается нашими партнерами и спонсорами. Это живой бизнес, это конкретные люди, это конкретные компании. И, конечно же, мы все оказались в очень сложной ситуации, когда, с одной стороны, практически ни у кого нет доходов, с другой стороны, все заперты по домам и элементарно не могут выйти, чтобы что-то сделать, сделать свою работу. И в то же время мы все в условиях какой-то полной неопределенности, когда мы не знаем, что будет завтра, что будет через два месяца, а что будет через год. И вот мне кажется, что в этих условиях действительно нам помогло несколько вещей. Первое – это, конечно же, то, что мы были инфраструктурно готовы. У нас замечательная команда, у нас неплохо было уже поставлено производство видео. Вы наверняка знаете наши видеоролики, в том числе и промо к выставкам, которые, между прочим, занимали места на рекламных фестивалях, на рекламных конкурсах. И, конечно же, наша видеокоманда и наш IT-отдел – это герои сегодняшнего дня. На очки плечи легла огромная нагрузка, с которой они с честью справились. За что хочу сказать коллегам большое спасибо. Да, мы были в этом смысле готовы к тому, что делать что-то онлайн. Но что делать, как делать и для кого, конечно же, мы, как и все остальные музеи, открывали заново. Понятно, что люди, которые приходят в музей, это в основном жители Москвы, области. Если это туристы, то это, скорее всего, российские туристы или зарубежные. Но они пришли там посмотреть какие-то определенные шедевры. А что интересно людям, которые смотрят нас онлайн? Что интересно тем, который запер в квартире в четырех стенах, почему-то хочет сходить в Третьяковскую виртуальную площадку? И вот это мы попытались нащупать практически вслепую в этих новых и странных условиях. Я очень рада, что вы упомянули про Сергея Шнурова. Вот маленький прожуток времени, когда музей уже был открыт для посетителей, но еще можно было ходить на работу. И за это спасибо большое нашим партнерам из Бербанка и ОКО, потому что это был проект исключительно благодаря им реализованный. Мы бы с вами не справились, конечно же. И мне кажется, что он получился очень свежим и очень интересным. Именно за счет того, что мы смогли посмотреть и на Сергея Шнурова в новой роли, такого интеллектуала, который, конечно же, на новенького говорит про искусство, но в то же время говорит очень интересно и достойно. И показать свою коллекцию таким образом... Вроде это Айвазовский, вроде это Шишкин, вроде это Серов, которых мы все знаем с детства по учебнику «Родная речь». Видели сто раз. В некотором смысле... Ну что еще можно про это сказать? Но нет, как раз этот разговор и показывает, что на искусство всегда нужно смотреть непредвзято, честно, искренне. И каждый раз можно открыть для себя что-то новое, даже если ты это видел сто раз. В этом смысле хочу еще рассказать про другие наши проекты. Прежде всего, это мини-сериал от Третьяковской галереи «История одного шедевра». Наши специалисты, экскурсоводы, методисты, научные сотрудники рассказывают про одно произведение из коллекции. Это также какие-то очень известные произведения. Это и Дэмон Врубеля, и «Девочка с персиками Серовы», «Явление Христа народу». То есть то, что мы с вами знаем. Но за 8 минут мы смотрим на это произведение абсолютно по-новому. Не говоря о том, что домашняя обстановка и, так сказать, общение один на один со своим компьютером, с которого вы смотрите этот сериал, позволяет вам лучше погрузиться и сосредоточиться. Формат тоже легкий, не нагружающий. Он рассчитан и даже и на школьников, и на взрослых. И всех призываю посмотреть этот маленький сериал, получите огромное удовольствие. Мы выпускаем в неделю по одной-две серии, так что следите за нашими анонсами и в соцсетях, и на сайте. Другой наш проект, которым мы тоже очень гордимся, и который мы старались сделать, именно думая о наших посетителях, это проект для людей старшего поколения. Вы его можете найти прямо на сайте Тресковской галереи, он стоит в баннерах сейчас. И, конечно же, призываем всех, кто хочет порадовать своих бабушек и дедушек, которым особенно тяжело в изоляции, потому что мы все знаем, что пожилым людям, они находятся в группе риска, им вообще сейчас невозможно выходить. И в то же время они лишены элементарного общения со своими родными, близкими. Конечно же, это очень тяжело. Мы постарались сделать для них такой интересный, интересный и довольно, я бы сказала, на них рассчитанный проект. Мы специально его долго тестировали с нашими людьми старшего возраста, которые в музей часто ходят, и с которыми у нас есть связь. И вот придумали такие подборки материалов для людей старшего возраста, чтобы они на самоизоляции могли пересматривать любимые экскурсии, рассматривать любимые экспонаты, слушать лекции и проводить время с пользой и вдохновляться среди нашего безумного мира и потока негативных новостей. Татьяна, скажите, пожалуйста, очень много интересных проектов. Я так понимаю, что работы стало действительно у вас больше. А вот в связи с карантином, какие выставки, мероприятия не удалось реализовать? И будут ли они реализованы позже? Мы сейчас находимся в состоянии неопределенности. Мы надеемся, что все, что отменилось, будет реализовано позже. Но, конечно же, как мы с вами знаем, музей не из своих запасников достает какие-то шедевры, а потом показывает и убирает обратно. Нет, каждый раз выставка — это большая работа, работа многих музеев и российских, и зарубежных. И, конечно же, у всех сдвигаются планы, и всем нужно по-новому выстроить вот этот вот наш общий пятилетний план жизни. Какие шедевры, когда, куда едут. Поэтому сейчас мы можем сказать, что мы делаем все возможное, чтобы наши замечательные проекты, намеченные на осень, совместные с музеями Германии реализовались. Это будет выставка романтизма, это будет выставка, посвященная современному искусству. И также мы работаем над теми проектами, которые должны были открыться в течение периода, пока идет карантин. Вот вы все знаете про выставку «Не навсегда». Она уже смонтирована, она уже готова практически принять своих посетителей. Она откроется буквально в первые две недели после того, как музей начнет свою работу. Мы всех приглашаем, билеты на нее можно уже купить на сайте Третьяковки. И, кроме того, мы начали к ней образовательную программу, и самые фанаты могут купить каталог в нашем интернет-магазине, потому что, конечно же, знакомство с каталогом позволит вам на выставку прийти уже суперподготовленными и посмотреть ее очень качественно. Тем не менее, есть еще проекты, которые перенеслись на год. Например, замечательная выставка «Индия», которую мы анонсировали, она перенеслась на следующее лето. Но мы надеемся, что все их удастся реализовать, и что то, что намечено, будет сделано даже лучше, потому что у нас будет больше времени на подготовку. Татьяна, ну, судя по деятельности Третьяковки, она очень креативная, она очень современная, она отвечает духу сегодняшнего времени, и складывается впечатление, что в вашей команде работают только молодые люди. Но почему я спрашиваю, да, вообще про возрастную категорию ваших сотрудников? Потому что это тоже, знаете, такая актуальная проблема для того времени, в котором мы живем. Да, я имею в виду, конечно же, люди, которые находятся в зоне риска. Вернутся ли они на работу? Будут ли они пока дистанционно работать? Не дай бог сократят. Вообще, какая судьба ждет? Сколько у вас таких сотрудников? У нас, конечно, очень много сотрудников старшего возраста, и на самом деле, вот вы сказали про молодость, конечно, это молодость души, потому что, конечно, контент основной готовится научными сотрудниками или нашими методистами, и все это люди довольно взрослые, зрелые, опытные, и в этом смысле хороший показатель наш директор, извините, который прекрасно работает удаленно. Мне кажется, что современные средства связи позволяют всем нам оставаться, не только оставаться на связи, но и довольно эффективно работать из своих домов. Конечно же, 10 лет назад такая ситуация была бы невозможна. Тем не менее, сейчас мы все работаем, активно работаем, и наши научные сотрудники очень активно включены в работу. Мы сейчас готовим большой проект по коллекции, в котором задействованы все научные сотрудники галереи, и вот эта ситуация, когда вроде мы сидим дома, а как же работать? Нет, мы все работаем, мы все загружены, и я думаю, что это большая ценность этого времени в том, что оно дало нам возможность посмотреть немножко под другим углом на то, что мы делаем, как мы делаем, и заняться какими-то важными вещами, которые мы иногда, может быть, откладывали в силу большой загруженности у рутинной работы. Что касается наших сотрудников, конечно, мы сейчас много думаем о том, как нам максимально обезопасить сотрудников после открытия. Это касается не только тех, кто может работать удаленно, например, как научные сотрудники, их работа практически не пострадает, вне зависимости от того, работают они в стенах музея, или удаленно, это минимальное влияние на их работу. А вот что касается смотрителей и людей, которые работают непосредственно с посетителями, конечно, здесь риски очень высокие, и мы сейчас рассчитываем, как нам максимально обезопасить людей и максимально сделать музей безопасным пространством для наших посетителей. Понятно, что когда мы с вами выйдем с карантина, сама болезнь никуда не денется, и риски заразиться и в общественных местах останутся, поэтому ответственность музея, как и любого другого общественного места, будь то кафе, парк, торговый центр, кинотеатр, театр, будет в том, чтобы сделать свои пространства максимально безопасными и обезопасить, соответственно, свой персонал. Мы сейчас над этим активно работаем. Спасибо и Роспотребнадзору, и Муминкульту, которые очень активно участвуют в обсуждении. Конечно, у нас здесь есть такое маленькое преимущество в том, что для нас карантин наступил немножко позже и заканчивается немножко позже, чем в музеях за рубежом, и мы сейчас можем посмотреть на опыт коллег. Мы очень активно следим за тем, что они делают, как они делают, задаем им вопросы, и они делятся опытом довольно охотно. Я надеюсь, что чужие грабли, по-моему, не совершат каких-то ошибок. Татьяна, скажите, а когда Третьяковская галерея, как вы думаете, откроет свои двери для посетителей, и как будет меняться вообще условия посещения музея, будет ли соблюдаться социальная дистанция, будете ли проверять маски и перчатки? То есть вообще как поменяются потоки, как будут ходить посетители? Расскажите об этом и когда. Да, мы, к сожалению, не знаем, когда откроются музеи снова. Призываю всех следить за анонсами на сайте галереи, и у нас есть подписка, и наши подписчики всегда первыми узнают о новостях в музее. Мы, конечно же, рассчитываем, что это будет в какое-то ближайшее время, июнь, июль, кто знает. Все ждем с нетерпением, когда музей откроется, и сотрудники, поверьте, больше всех. В этом смысле мы главные заинтересованные лица. Мы очень соскучились и по музею, и по посетителям, и по всем нашим активностям и выставкам. Как будет организовано посещение музея? Мы сейчас очень активно разрабатываем и навигацию, и меры, которые помогут нам максимально обезопасить и пространство в музее наших посетителей и сотрудников. Конечно же, это и соблюдение дистанции. Видимо, это самая эффективная мера, как говорят специалисты. Это ограничение входа в музей. Мы будем продавать билеты преимущественно по сеансам, так, чтобы контролировать количество людей, которое придет в определенное время. И, соответственно, покупая билет на, условно говоря, три часа дня в субботу, вы можете быть уверены, что в это время в музее будет то количество людей, которое может соблюдать нужные дистанции и нужные пропорции в залах. Конечно же, вместимость залов и вместимость общественных пространств это наше такое существенное ограничение. Кроме того, мы максимально стараемся снизить контакт между сотрудниками и посетителями. На это будет направлен и бесконтактный досмотр на входе, и какие-то решения на кассах. Мы призываем всех покупать билеты онлайн. Касса будет работать минимально. Именно с точки зрения безопасности, именно обеспечивая безопасность как посетителей, так и сотрудников. Мы сейчас закупаем средства индивидуальной защиты для сотрудников, которые работают с персоналом. Они будут особенно внимательно к этому относиться. И, конечно же, всех посетителей мы призываем приходить в средства индивидуальной защиты в масках, перчатках. Как-то требуют общие правила пребывания в общественных местах. Мне кажется, сейчас мы все к этому привыкнем и будем исполнять уже более-менее на автомате, заботясь о себе и об окружающих нас людях. Я надеюсь, что все равно, несмотря на все эти ограничения, посещение музея будет, во-первых, удобным и комфортным, и, конечно же, радостным. Потому что после такого дикого эмоционального и психологического стресса, который мы все переживаем, находясь в четырех стенах дома в течение двух месяцев, конечно же, встреча с искусством будет большим счастьем, благом и радостью. Я призываю всех, когда карантин закончится, прийти в Третьяковскую галерею, пойти к любимым картинам и, конечно же, соприкоснуться с прекрасным. Это точно поможет нам вернуться в какое-то хорошее, доброе и стабильное состояние эмоционально и мысленно. Татьяна, а вот как вы думаете, после карантина посетителей будет много, потому что сейчас такое количество онлайн-проектов и все музеи мира открыли свои двери, предоставили новые интерактивные какие-то программы и формы сотрудничества с аудиторией. Не вызвало ли это у людей перенасыщение искусством, если так можно сказать? И как вы думаете, хлынет ли толпа посетителей, ну не знаю, не в первые дни, но в первые месяцы после карантина или нет? Ваши прогнозы? Наш прогноз, что, конечно же, люди будут опасаться посещать общественные места некоторое время, потому что болезни она никуда не денется. Даже карантин будут снимать, но все равно риск заразиться будет. Кроме того, мы сами будем ограничивать количество людей, которые сможет прийти в музей. Как я вам сказала, мы будем продавать билеты онлайн и по сеансам, таким образом регулируя количество людей, которые могут прийти. И в этом смысле это наша ответственность. Мы не можем пускать больше людей, чем могут соблюдать социальную дистанцию и требования рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора по пребыванию людей в общественном пространстве. Поэтому людей в музее будет меньше. Тем лучше счастливчикам, которые туда попадут, потому что вы сможете посмотреть и выставки, и шедевры, и постоянные экспозиции в спокойной, пустой обстановке. Это, знаете, мне кажется, будет сравнимо с закрытыми часами для музея, посещения музея, когда можно прийти, например, после закрытия. Это то, что любят сотрудники больше всего, когда в музее никого нет, и можно насладиться общением с шедеврами один на один. В этом смысле это будет сравнимо с посещением музея в очень спокойный будний день. Поэтому призываю всех покупать билеты заранее онлайн и приходить в музей. Но что касается онлайн-проектов, конечно же, они никуда не денутся, они останутся. И, в принципе, музей, он для того, чтобы людям становилось лучше, чтобы делать их жизнь лучше, чтобы приносить в нее разумное, доброе, вечное и прекрасное. Поэтому наша работа онлайн, да, она в другом формате. Это не выставки и непосредственно общение с шедевром. Это какие-то образовательные проекты, это лекции, это дискуссии об искусстве, это какие-то мастер-классы для детей, которые помогают им лучше понять искусство. И в этом смысле, конечно, наш портал «Лаврус» активно сейчас развивается. Но эти все проекты останутся, мы надеемся, что люди будут ими пользоваться, будучи дома. И, конечно же, те, кто не могут прийти в Третьяковку в силу удаленности своей от Москвы, проживания в другом регионе или в другой стране, конечно же, мы надеемся, что останутся с нами на связи онлайн. И я думаю, что карантин в этом смысле нам очень помог расширить и географию, и вовлеченность наших региональных зрителей. Например, мы в ночь музея в Третьяковку устроила интеллектуальную игру, и мы играли онлайн в квиз на знания русского искусства и коллекции Третьяковки. И победителем стала команда из Чебоксар, что показательно. Вообще в игре участвовало 257 команд со всей России и можно сказать, что мы провели эту ночь не только с москвичами и с теми, кто мог бы прийти физически в музей, но и со всей страной, и с теми, кто никогда бы не дошел физически до наших пространств. Татьяна, и в завершении нашего разговора немножко о земном хочется поговорить. Все-таки музей – это такая структура, которая в том числе и зарабатывает. Скажите, пожалуйста, вот сколько вообще музей потерял в связи с карантином? Я понимаю, что сложно сказать, но сколько в целом галереи зарабатывают в день, например? И здесь можно уже понять, что два месяца простое, даже большее. За собой повлекли определенные финансовые трудности. Мы много потеряли. Я бы не хотела назвать конкретные цифры. Они, в принципе, не отражают все равно реальность. Понятно, что мы много потеряли, но, как и все, в принципе, есть организации, которым приходится гораздо тяжелее в этой ситуации. Они есть даже среди наших партнеров, которые нас поддерживают. Мы очень надеемся на поддержку государства в этом смысле. И мы честно работаем и делаем все от нас зависящее, в том числе, чтобы поддерживать наших посетителей. Мне кажется, что такая экстремальная ситуация, она очень хорошо нас проверяет на полезность обществу, потому что, если музей вдруг, закрываясь, становится никому не нужным, и мы не знаем, как приложить наши силы, наши знания, наш опыт и компетенции, то, значит, действительно, музей не стоит тех денег, которые общество и государство на него тратит. А если мы видим, что и онлайн, и в каждом доме мы можем быть, мы можем помогать родителям с пользой проводить время с детьми, мы можем помогать пожилым людям не грустить и отвлечься от тревожных мыслей и новостей, мы можем помогать молодежи тоже с пользой проводить время, заниматься саморазвитием и знакомиться с историей русского искусства и коллекцией Третьяковки. Я думаю, что это хороший показатель того, что мы нужны, что мы переживем трудное время и снова встретимся в Третьяковке. Татьяна, спасибо вам большое за этот интересный разговор. Не знаю, как наши телезрители, а я, правда, мечтаю попасть в Третьяковку после карантина. Душа требует общения с высоким, с прекрасным, и всё, чем вы занимаетесь, вызывает только восхищение. Спасибо вам большое за вашу работу, за этот разговор, и уже до встречи в Третьяковке. До встречи, всего хорошего, спасибо. Спасибо, до свидания. Ну и в завершении нашего разговора мне хочется добавить, что гармонизировать своё внутреннее состояние после непростых карантинных месяцев, конечно же, может помочь искусство. Искусство лечит. Будьте здоровы, и до встречи на телеканале «Русский мир». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok